В Казахстане внедрят социальные ID-карты. Они предназначены для получения адресной соцпомощи других видов услуг. Проект, который Министерство труда и социальной защиты население запустило в пилотном режиме, заработает к концу года. ID-карты станут универсальным для получения пенсий, пособий и других социальных выплат. Также на них будут начислять средства на проезд и питание в школах. Использовать карту можно будет и как обычную банковскую. Как ее получить? Профильное министерство разъяснит позже. В период действия чрезвычайного положения в Казахстане социальные выплаты получили почти 8 миллионов человек. Мы в прошлом году провели его пилот в 9 городах страны. 102 тысячи карт выданы, 108 тысяч транзакций, то есть операции произведены. 91 школа охвачена, 43 маршрута, это 315 автобусов и трамваев. И до конца года мы хотим завершить электронную ID-карту, которая нам поможет систематизировать эти все услуги для социальных условий населения. Впервые без иностранных гостей начался новый туристический сезон в Катан-Карагай на востоке республики. Пандемия хоть и закрыла двери для отдыхающих из-за рубежа, но открыла это живописное место для местных путешественников. Катан-Карагай – туристический бренд восточного Казахстана, поэтому отечественных туристов становится все больше. Вместо отдыха за пределами республики люди ищут новые места внутри Казахстана. Главная проблема – инфраструктура. Дорога на Берель и дальше в горы к рахмановским ключам требует ремонта. Есть сложности со связью. Во многих зонах отдыха нет интернета. На решение этих вопросов еще нужно время. Алтай же готов уже сейчас встречать тех, кому не столь важны эти блага цивилизации. В ответ предлагает живописную природу и целебный воздух. Такмокский стекольный завод в Кыргызстане в условиях пандемии не сократил производство. Хотя предприятию грозит дефицит сырья, печи продолжают работать. Завод начал работать еще в советское время, а после предприятия несколько раз становилось банкротом. Его перепродавали, пока производство не попало в руки к немецким инвесторам. И если раньше здесь выпускали только витринное стекло, то сейчас ассортимент значительно шире. Почти все сырье завод покупает за границей. Когда началась пандемия, запасов оставалось на два месяца. Если бы за это время не разрешили перевозку товаров, последствия могли бы быть непредсказуемыми. На предприятии работает 1300 человек. 95% продукции экспортируют, остальное остается в Кыргызстане. Но на внутреннем рынке такмокское стекло почему-то не востребовано, хотя не уступает завозному ни в цене, ни в качестве. Работая на полную мощность, завод может выпускать 18 миллионов квадратных метров стекла в год. Когда были перекрыты границы, мы испытывали небольшие такие осложнения, затруднения с поставками как нам сырья, так и с реализацией нашей продукции. Но потом связи были опять налажены, денежные переводы, перечисления и отправка, отгрузка продукции железнодорожным транспортом. Мы все это как-то пережили. Беларусь появились и меры по профилактике подростковой преступности. Например, в качестве эффективных мер принесения публичных извинений и ограничения досуга. Как ожидается, на следующей неделе документ поступит в парламент. Там депутаты внесут уже свои поправки. Люди ставили перед разработчиками самые различные вопросы. Это касалось прежде всего бытового насилия. Люди были недовольны тем, как в ряде семей складываются взаимоотношения. Ставили вопросы о том, чтобы не было шумно в квартирах после 23 часов. Значит, это все нашло свое объективное отражение в новых кодексах. Бизнес в России постепенно выходит из карантина. После паузы длинной в три месяца начинают работу торговые центры, спортзалы, кинотеатры. Роспотребнадзор разрешил снять ограничения, но рекомендовал соблюдать как посетителям, так и владельцам заведения повышенные меры безопасности. О снятии ограничения объявили десятки регионов страны. Московская, Кемеровская, Новогородская, Липецкая области. Пришла очередь сферы бытовых услуг, в которой работают большинство малых предпринимателей и арендаторов. Теперь снова можно ходить в кино, библиотеки, на шопинг. Рестораны и кафе, работающие до этого только на доставку, возвращаются к обычному режиму. Однако фудкорты в крупных торговых центрах все еще недоступны. Это будет следующий этап выхода из карантина. Еврокомиссия одобрила проект Германии по многомиллиардной помощи, авиаконцерну Люфтганза Групп. Этот пакет включает 6 миллиардов евро на рекапитализацию и 3 миллиарда евро государственной гарантии по кредиту и предусматривает ряд условий для того, чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества. Акционеры Люфтганза должны, как ожидается, одобрить проект на внеочередном заседании. Гипаж самолетов Люфтганза выразили протесты против того, как профсоюз согласился с пакетом экономических мер, предложенных руководством. Вопрос увольнения отложили до конца 2023 года, но сотрудники компании будут меньше работать, а зарплаты будут урезаны. Концерт несет огромные убытки из-за кризиса, вызванной пандемией коронавируса, и на прошлой неделе вышел из главного индекса франкфуртской фондовой биржи DAX. В рамках проекта помощи Государственный фонд стабилизации экономики получит 20% капиталя Люфтганза. Между тем, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Рейн-Эйр намеривается оспорить решение Еврокомиссии. Одно из условий помощи Люфтганза – лишение компании приоритетов прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах Германии и выделение в этих воздушных гаванях до 24 слотов в день для других авиакомпаний, что даст им возможность создать новые направления и снизить цены. «У нас заканчиваются деньги. Сегодня мы существуем благодаря средствам, отложенным во время успешного периода. Но очень скоро мы их используем. Без этой поддержки в течение ближайших дней нам угрожает банкротство». Немецкий фармацевтический гигант Bayer согласился выплатить 10 миллиардов компенсации, чтобы урегулировать судебные иски по поводу глифосата для борьбы с сорняками, произведенного компанией Monsanto. Компанию, приобретенную Bayer два года назад, десятки тысяч истцов обвиняют в использовании канцерогенного гибрицида. Средство для уничтожения сорняков Roundup было продано более чем в 160 странах и широко используется в США. Monsanto разработала глифосат – ключевой ингредиент Roundup – в 1970-х годах. В прошлом году суд присяжных присудил выплатить 80 миллионов долларов ущерба калифорнийцу, которые утверждают, что Roundup вызвал у него рак. Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по мировому ВВП. Вместо предрекаемых в апреле минус 3% аналитики скорректировали его до минус 4,9%. Соответствующий доклад о заглавленной перспективы развития мировой экономики был опубликован на сайте МВФ. В нем говорится, пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем прогнозировалось ранее. Особенно остро скажется негативное воздействие на домохозяйствах с низким уровнем дохода, что ставит под угрозу значительный прогресс, достигнутый в сокращении крайней нищеты в мире с 1990-х годов. Теперь МВФ прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на 5,4%, вместо ранее ожидаемых 5,8%. Что касается экономических перспектив стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, то здесь в этом году прогнозируется падение на 3% вместо 1%, а для развитых стран на 8% вместо 6%. Для Евросоюза МВФ прогнозирует в текущем году падение на 2,7 пункта, до 10,2%, а в будущем году рост на 6%. Пересмотрел МВФ и свои апрельские прогнозы для России. По его версии, ВВП страны ждет в этом году снижение не на 5,5%, а на 6,6%. Между тем, глава российского Центробанка Эльвира Набиулина заявила во вторник, что потери экономики России от коронавируса будут меньше, чем в других странах. По сравнению с нашим апрельским прогнозом, мы теперь предрекаем более глубокую рецессию в 2020 году и более медленное восстановление в 2021. По мере выхода стран из карантина рост происходит неравномерно. С одной стороны, неудовлетворенный спрос ведет к резкому росту потребления в некоторых секторах, таких как розничная торговля. С другой стороны, секторы связаны с более близким физическим контактом, как, например, гостиничный бизнес и туризм, никак не могут оправиться. Продолжение следует...